МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По решению Наринмарского городского суда предприятие в течение 60 дней не сможет вести свою деятельность. Это связано с выявленными Роспотребнадзором по Нинецкому округу грубых нарушений законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В списке выявленных нарушений более 80 пунктов. Например, в период с 2015 года и за 8 месяцев 2017 не осуществлялся производственный контроль за качеством и безопасностью пищевой продукции, изготовленный на Великовисточном животноводческом комплексе в деревне Лабожское. Исследования готовой молочной продукции, качество санитарной обработки оборудования, оценка чистоты рук каждого работника не проводились. В сепараторном цехе имеются следы плесени, связанные с протечкой кровли. Не ведется журнал учета контроля за температурой и влажностью в камере хранения готовой продукции, а также не фиксируются сроки и порядок дальнейшей реализации готовой продукции и многие другие. По фактам выявленных нарушений в отношении Великовисточного животноводческого комплекса управлением Роспотребнадзора возбуждены дела об административном правонарушении. В целях предотвращения непосредственной угрозы причинения вреда жизни и здоровью населения применена обеспечительная мера. Временный запрет деятельности. Материалы переданы в суд. Согласившись с позицией Управления Роспотребнадзора по Нинницкому округу, Нинмарский городской суд признал Великовисточный животноводческий комплекс виновным в совершении выявленных нарушений. Судом назначено административное наказание в виде административного приостановления деятельности хозяйствующего субъекта сроком на 60 суток. В Соколненецкого автономного округа об административных правонарушениях внесут изменения. Предполагается, что административная ответственность должна быть установлена не только за нарушение правил благоустройства, но и за необеспечение благоустройства объектов, находящихся в собственности тех или иных лиц. Принять данную норму регионы обязаны с 1 ноября 2017 года. Это федеральное требование, без выполнения которого регионы не получат субсидию на формирование комфортной городской среды. При этом действие закона будет распространяться с 1 января 2021 года. Это позволит собственникам объектов недвижимого имущества за период с 2018 по 2020 годы привести принадлежащие им объекты недвижимого имущества за свой счет в соответствии с требованиями, установленными правилами благоустройства муниципального образования. Основной принцип, который мы здесь закладываем, это собственники земли должны полностью нести ответственность. И безхожная земля у нас не должна присутствовать на территории муниципальных образований. Предлагается административная ответственность должна быть установлена не только за решение права благоустройства, а и за необеспечение лиц благоустройства, подлежащих им объектам. Собственно, должен нести полностью ответственность за подлежащие и свои землиных участков. Кроме того, проектом закона предлагается предусмотреть с 1 января 2021 года повышенную административную ответственность именно за необеспечение благоустройства, принадлежащих собственникам объектов в соответствии с правилами благоустройства территории муниципальных образований округа. Речь идет о повышении административных штрафов. Так, для граждан он составит от 1 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц от 3 до 7 тысяч, юридических от 10 до 50 тысяч рублей. По информации разработчиков законопроекта, в прошлом году в Наринмаре было выписано порядка 300 штрафов за нарушение правил благоустройства. Речь здесь может идти о содержании дорог, освещении, об уборке и очистке территории как организациями, объектами торговли и прочими юридическими лицами, так и собственниками индивидуальных жилых домов, а также ненадлежащем содержании домашних животных. Место для игр и активного отдыха. Среди частных домов в микрорайоне Старый аэропорт появилась детская игровая площадка. Она учитывает интересы детей различных возрастов. Обустройство общественной территории стало возможным в рамках реализации федерального проекта формирования комфортной городской среды. Благодаря этой программе наш регион наравне с другими субъектами получил уникальную возможность привести в порядок общественные территории. На открытии детской игровой площадки побывала Ирина Нежалова. Среди частных домов микрорайона Старый аэропорт появился яркий островок для детских прогулок и активного отдыха. Здесь есть горка, качели, домик для малышей и спортивные элементы для ребят постарше. Одним словом, все самое необходимое для активных игр и отдыха детворы. Я буду здесь играть. Она мне нужна, чтобы играть здесь с друзьями. Конечно, довольна. Хоть детям где-то вот тут походи, да пообщаться. А то мы живем в аэропорту и не знаем даже людей, кто здесь живет. Давно бы просто стоял. Ну вот сделали благодаря нашему старосте. Благодаря старости Виктории Бобровой и активным жителям микрорайона давняя мечта – обустроить в жилом секторе детскую игровую площадку – осуществилась. В 2014 году был выделен участок под строительство. В 2016 году по просьбе жителей я обратилась с наказом к депутатским кандидатам Госдумы Коткину Сергею Николаевичу. И мы получили ответ, что в 2017 году в микрорайоне будет построена современная детская площадка. И вот действительно в 2017 году заявка ТОСа на включение в комфортную городскую среду была удовлетворена. И в этом же году, в 2017 году, построили детскую площадку. Еще на начальном этапе жители микрорайона активно обсуждали проект будущей игровой зоны. Она должна была учитывать возрастные особенности детей. Все жители могли посмотреть этот проект, высказать свои замечания и предложения. Эти замечания поступали, проект совершенствовался. Тоже благодаря и по инициативе жителей самих. В результате чего появилась вот такая площадка, где учтены все предложения. Все предложения активистов были учтены, а проект воплощен в жизнь. И сегодня состоялось торжественное открытие игровой площадки, о которой так долго мечтали взрослые дети. В церемонии открытия приняли участие староста микрорайона Виктория Боброва, представитель подрядной организации Аскендер Абакаров и глава администрации города Олег Белак. Что касается ТОС «Старый аэропорт», я думаю, у нас еще здесь много мероприятий предстоит по благоустройству территорий. Хочу сказать, что со стороны администрации города мы всегда открыты для диалога и для поддержки красивых инициатив, которые направлены на благоустройство нашей городской среды. Появление детской игровой площадки стало для местных жителей настоящим праздником. Через пару лет в микрорайоне появится и спортивная площадка. По словам старосты, объект включен в муниципальную программу строительства на 2018-2022 годы. Сейчас решается вопрос о выделении участка. Ирина Нежалова, Антон Водряков, Телеканал «Север». Грандиозное событие осталось позади, а воспоминания останутся на всю жизнь. Делегация Нинецкого округа вернулась с Всероссийского форума молодежи и студенчества в Сочи. Делегация Нинецкого округа вернулась домой со Всемирного фестиваля молодежи и студенчества, который прошел в городе Сочи. Напомню, регион представляли 15 человек, прошедших конкурсный отбор. Участников форума в аэропорту Нарин Мара сегодня встретила наша съемочная группа. Делегаты поделились эмоциями и впечатлениями от грандиозного события и первыми идеями, которые они намерены реализовать на территории Нинецкого округа. «Россия показала, насколько мы дружелюбны, насколько мы умеем принимать делегации разных стран и какое масштабное шоу мы можем сделать. Мне было интересно общаться с иностранными гражданами. Они настолько все разные, настолько интересны, у каждого свои вкусы, какие-то взгляды на жизнь. И люди, конечно, это большая составляющая всего фестиваля. И если бы не было тех людей, мне кажется, того настроения и того заряда эмоций и позитива, мы бы не получили фестиваль таким, какой он стал». «Учитывая то, что наша жизнь, она такая рутинная, дом, работа, дом, работа, то, можно сказать, я влюбилась в этот ритм жизни, ритм жизни фестиваля. Это что-то особенное. Я думаю, я долго еще буду вспоминать и говорить об этом фестивале». «Почерпнул очень много идей по поводу, ну, конкретно моего направления информационных технологий, пообщался с людьми. Там были организованы соревнования роботов. Хочу принять участие, собрать команду, построить робота и принять участие». «Я думаю, что и дети, и взрослые, все, кому интересно, всеми вместе мы соберем робота и от Наринмара будем участвовать в соревнованиях по боям роботов». «Я посещала площадку индустрии будущей, наукообразование, экономика и предпринимательство. Для меня были интересны тенденции, которые нас приведут к формированию образа будущего. Многие ребята сейчас обеспокоены разработкой Арктики. Они создают и разрабатывают проект по этому поводу. Мы обменялись контактами с Архангельском и в дальнейшем планируем работу в данном направлении». «Я думаю, что сейчас у нас настало время для осмысливания и начинания качественного прорабатывания тех, того опыта, который мы, собственно говоря, хотим сказать о нем». Жители Неницкого округа 3 ноября вместе со всей страной напишут «Большой этнографический диктант». Он пройдет на 12 площадках в 7 муниципалитетах региона. Кроме Наринмарцев, участниками акции станут жители поселка Фискатели, Каратайка и Хрута и сел Ома, Коткино и Несь. Площадки для проведения диктанта организованы на базе образовательных учреждений и учреждений культуры. В Наринмаре «Большой этнографический диктант» можно написать в Неницком региональном центре развития образования, Неницком краеведческом музее, в средних школах номер 1 и 4, а также на базе Неницкого аграрно-экономического техникума имени Волкова и Неницкого профессионального училища. В поселке Исказели местом проведения акции станет средняя школа-поселка. Площадками проведения диктанта станут также школы в поселках Каратайка, Хрута и селах Ома, Коткино и Несь. Стать участником диктанта могут все желающие. Достаточно обратиться на любую региональную площадку его написания, независимо от места жительства. Итоги акции 2017 года подведут ко дню Конституции Российской Федерации 12 декабря. В Неницком краеведческом музее завершает работу выставка «Радуга на снегу». Она построена на уникальных материалах, хранящихся в Российском этнографическом музее города Санкт-Петербурга и рассказывает о богатых художественных традициях народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Увидеть уникальные экспонаты можно до 4 ноября. На протяжении столетий народные умельцы создавали богатую и своеобразную культуру, используя привычные для них материалы – мех оленя и нерпы, кожу морских животных и рыбы. Традиционный костюм каждого народа имел ярко выраженную специфику. Она проявлялась в особенностях кроя, выборе материалов, украшений и расположении декора. Народы Преамурия, например, использовали для изготовления одежды, обуви, декоративных элементов, различных сумочек, рыбью, кожу различных пород. Вот здесь представлен халат женский праздничный, который выполнен из кожи сазана и кеты. При выделке рыбья кожа становилась очень мягкой и податливой, как замша. Эта одежда была очень легкой, практичной и непромокаемой. Одежду из рыбьей кожи богато украшали орнаментами. Считалось, что они защищают человека от злых духов. Не менее уникальные экспонаты представлены и на соседнем комплексе. Он посвящен народам Восточной Сибири, приморским чукчам, которые занимались морским зверобойным промыслом, охотились на нерв, моржей и китов, из кишек которых потом шили себе камлейки. Это промысловая одежда, которая одевалась поверх меховой и защищала морских охотников от намокания. Также у нас есть здесь представлена одежда, шитая из скрапивного полотна. Это племена бывшие Югры на сегодняшний момент. Это народы ханты и манси. Есть на выставке и другие не менее интересные экспонаты. Один из них – костюм, который корякский народ в 70-е и 80-е годы подарил Леониду Ильичу Брежневу. Вот такой подарок по достоинству был оценен главой государства. Это такой зимний мужской костюм? Да, зимний мужской костюм, причем праздничный, они ему подарили. А, зимний? Да, праздничный. Не каждый день так ходят. Помимо костюмов о культуре народов рассказывают и предметы быта, изготовленные из меха, дерева, бересты и кости. Каждый народ, проявляя мастерство и фантазию, превращал, казалось бы, простые вещи, в настоящее произведение искусства. Дополняют выставку фотографий из фондов Российского этнографического музея, знакомящие с народами, которые в сложных природно-климатических условиях создали уникальную северную цивилизацию охотников, оленеводов и самых северных коневодов мира. Ненецкий краеведческий музей представляет эту выставку для того, чтобы каждый живущий житель, так как в городе Наринмаре и во всем Ненецком автономном округе, хотя бы немножко прикоснулся к этому уникальному, самобытному искусству народов Севера, Сибири и Дальнего Востока и удивился тому, сколько же народов у нас проживает в нашей огромной и большой стране России. Прикоснуться к самобытному искусству сегодня смогли воспитанники одного из детских садов Наринмара. Для дешкаля от знакомства с экспонатами провели в познавательно-развлекательной форме. Точно такие лыжи, ракетки, которые есть у нашего охотника за морскими животными. Примерно такие же. И сегодня ваша задача будет пройти по снегу. Сегодня ребята побывали в роли морских зверобоев. Каждый мог примерить лыжи охотника. Помимо хорошего настроения, ребята получили новые знания, о которых обязательно расскажут своим родителям, братьям и сестрам. Окунуться в историю самобытного искусства народов Севера, Сибири и Дальнего Востока могут все желающие. Выставка «Радуга Севера» будет работать до 4 ноября. После этого экспонаты отправятся обратно в Российский этнографический музей Санкт-Петербурга. Ирина Нижалова, Дмитрий Лукевич, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Заканчивается прием заявок на участие в окружном конкурсе молодых семей Неницкого округа. Его проводит региональный центр молодежной политики. К участию в конкурсе допускаются молодые семьи, состоящие в официальном браке. При этом возраст обоих родителей не должен превышать 35 лет. Возраст детей – до 18. Для участия в окружном конкурсе молодых семей необходимо подать заявку в срок до 26 октября. После ее одобрения у конкурсантов будет две недели на то, чтобы подготовиться к творческим испытаниям. Потом готовят небольшие выступления, домашние задания. Первое домашнее задание – это творческое представление семьи. То есть они должны рассказать о семье, о истории ее создания, о членах семьи, возможно, каких-то хобби, общих увлечениях. Все это в творческом исполнении. Затем у нас есть ряд конкурсов-экспромтов. Общий конкурс для всех членов семьи, конкурс для пап. Есть конкурс мам. Мама представляет свои таланты, свои увлечения. И заключительный конкурс – это театрализованное представление. По словам Натальи Медведевой, подготовка домашнего задания, как правило, не вызывает больших трудностей у конкурсантов. Во время выступления они забывают о своем волнении и успешно импровизируют. Мы приглашаем молодые семьи к участию. Не бойтесь проявить свои таланты, показать. Это не страшно. Никто строго оценивать не будет. Всегда жюри подходит лояльно, демократично к этому, к исполнениям семей. Всегда поддерживаем всех. У нас выступали семьи вообще с детьми. И три месяца детям было. И ничего страшного. И все выступали. И хорошо. И были заслуженно оценены. Окружной конкурс молодых семей Неницкого округа запланирован на 12 ноября. Победители и участников ждут ценные призы и незабываемые эмоции. Подробную информацию можно получить у организаторов по телефону 451-51. Это были все новости на сегодня. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует... Продолжение следует...